Друзья, здравствуйте! Меня зовут Наталья Николаевна, я приехала к вам в Санкт-Петербургской области. И тема нашей сегодняшней беседы – «Успешный человек в городе». Я хочу сказать, что очень рада, что вас заинтересовала эта тема, она меня тоже волнует. И вас, наверное, она волнует, как одиннадцатиклассников, потому что у вас предстоит очень важный выбор, выбор будущей специальности. Вы одиннадцатиклассники, выпускники, и мне хотелось бы из-за штуки. Почему на этой теме вас заинтересовала? Чего вам интересна? Потому что каждого волнует этот вопрос, как стать успешным, что заключается под этим словом, как его понимают разные люди. Еще и успех. В чем заключается успех в деньгах или в душеморальных качествах. То есть давайте об этом мы на сегодня не говорим. Так что же такое успех? Как вы думаете, успех в нижней изменении? Как математик спрашивает, можно изменить успех? Сама себя ловлю на весну. Можно изменить? Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет. Наверное, нет. Нет, нет. Давайте вот мы с вами сейчас представили такой вопрос, да? Если в конце нашей беседы и нашего разговора мы сможем сказать, можно ли его изменить, да, каким-то образом. Ну, наверное, в жизни есть и люди успешные. Вот вам встречали в жизни успешные люди? Да. Да? В каждом? Да. Ты встречала в жизни успешных людей? Да. Ты встречала в жизни успешных людей? Ты встречала. Может, мы их не знаем, мы не знаем. С этой помощью. Андрей Малахов. Андрей Малахов. Успешный человек. Роман Абробов. Роман Абробов. Сличики. Да, давайте, я уже тут смекаю, какие успешные, по вашему мнению, люди. А можно одеть только звездами? Посмотреть, какой успех. Вот смотрите, сразу возникает вопрос, можно ли только звезд обсуждать, да? Например, успешный человек в семье, успешный человек в работе. Вот теперь смотрите, можно ли вот так измерить успех, когда мы с вами говорим об успешности людей, да? Вот успешные люди только ли звезды, да? Нет. Смотря какой человек со всех сторон. Смотря какой цель. То есть человек должен ставить себе цель. А простой человек может быть успешным? Конечно. Есть примеры? Вот ваши родители. Есть. Вот успешные, допустим, в семье или в работе, в сфере, в которой он занимается. То есть человек будет успешным. Да, успешным. Например, успешный в учебе будет успешным человеком. Почему он будет успешным? Он успевает везде, везде, везде и все у него получается. Может быть просто быть в каком-то в одном направлении успешным, а в другом, но может быть что-то и не получается. Может такое? Я не знаю, что он начинает, потому что он отсюда успешен. Только в чем? То есть у одного свой успех, у другого – другого. А кому-то хочется в учебе преуспеть, а кому-то в чем-то другого. А кто-то почистает везде, да? А другой ему неинтересно. А другой ему неинтересно. Может, он достиг в нескольких вещах успеха. А можно пример привести, например, человека, который в разное направление достиг своего успеха? Ну, в танцах по учебе, художественной терапевле, Ломоносову. Леонард Давинчик, он преуспел, он рисовал картины красивые, и тем самым в то же время он строил многие проекты изобретателем и художником. Ну, то есть, получается, человек успешен во многих сферах жизнедеятельности. Ну, опять же, берем известных людей. Правильно? Хорошо. Давайте вот тогда с вами поработаем. Вот, например, мы говорим, успех. Можете сказать мне, как выглядит успех? Вот так просто под спойчики. Яна начинает. Как выглядит успех? Да. Вот что для тебя успех? Вот просто ассоциативный ряд такой составить. Вот первое, что придет в голову, может быть, оно даже другим покажется неприемлемым. Мне кажется, успех, он как воздух. То есть, он нужен, но он и всегда есть, и ты можешь быть, и ты можешь не видеть. И он не видит. Как воздух, успех, как воздух. Движение, цель. Движение. Вперед. Вроде какого-то счастья, но не совсем. Ну, как-то душевные наполненности как-то. Ну, то есть, вот, когда душа уже наполнена этим счастьем, да? Мне кажется, как наполненный сосуд. Хорошая работа. Да. По-моему, это жесткая. Тоже успех. Любимая работа. Определиться с жизнью это жестко. Как бы цель. Цель в жизни успеха. Нет, достичь этой цели. Ну, достичь этой цели. Хорошо, кирилл. Мне кажется, хорошо закончится. Учебы, да? Да и закончил, и закончил. Хотя бы в чем-то как-то. Я так думаю, что нужно цели, наверное, ставить и дальше, да? Идти к этим целям. Найти цель в жизни. Ну, вот ты на сегодняшний день уже не поставил себе счастье. Я думаю, что ты уже отбулишься к концу наших сил. Виктория. Я думаю, что это счастье по достижению цели, которую ты при своем поставил и выполнил. Ну, кажется, это блеск в глазах, уверенность в себе. И вот даже вот у всех неприятности бывает, но при этом, если ты еще и улыбаешься и с позитивом уйдешь на эти неприятности, то это уже какой-то успех. Замечательно. Определилась? Не определилась? Ну, хорошо. То есть, на самом деле, мы сказали с вами, что успех – это достижение цели. Да, это мы ставим цели и достигаем своей цели. А скажите, всегда ли вот оправдывается вот цель и те средства, с которыми мы уйдем? Вот всегда получается, например, я удовлетворен вот настолько, да, тем результатом, которому я стремился, или нет? Или вот бывает вот… Вот он стоит того или нет? Ну, оно бывает, конечно. Вот всегда ли человек, например, работает на любимой работе за день? Вот я имею в виду, вот это вот в этом влияется? Нет. Нет. То есть, не всегда, да? Например, можете привезти? Ну, например, кто хотел работать там в банке, он может пойти за копеечную работу, он должен платить, но ему это нравится. Потом уже идет стаж, работает. Он успешный человек? Ну, для себя он успешный. А это главное? Да. Вот мне кажется, что если вы будете успешными, то… Ну, если ему, например, если он поставил цель среди других быть успешным, тогда он еще не удовлетворил себя. А если он поставил цель, чтобы для себя быть успешным, то… А мужу вырвали какие-то вот правила. Ты нашла ответ, если? Я считаю, что успех – это когда ты смог обеспечить себя, свою семью, я считаю, это тоже большой успех. Ты смог поставить не только себя, еще и своих близких, даже родителям тебе же помочь. Я тоже считаю, что это большой успех. Ну, молодец. Для нас большой успех, что ты сегодня все-таки нашла этот вопрос. Хотя сразу не хотела отвечать. То есть мы, наверное, мы даже можем… Вот вы сказали, что нельзя измерить успех, но формула у него вот такая есть. Успех является произведением подготовки и открывающихся возможностей. Можно это взять за форму? Ну, я не говорю, это риторический вопрос, не так, как в цифрах, да, можно взять. Успех является произведением подготовки и открывающихся возможностей. Вот, то есть, насколько я себя готовлю, а потом, что стоит за этим успехом? Что мне открывается? Забыли, это риторический вопрос. Так, вот, перед вами сейчас лежат… Ну, по группкам, наверное, поработайте, то по двое, да, вот здесь точно. У вас есть? Есть лист? Вот сейчас перед вами лежат какие-то афоризмы. Я предлагаю вам выбрать по одному афоризму, который больше… Ну, как, ну, вот, надо сложиться. И вы считаете, вот именно так с автором можно здесь подать. А потом прокомментируют. То есть нужно выбрать один из них? Один, да. Только один? Только один. Кристина уже выбрала несколько, да? Кто-то готов? Крым. Крым. Ну, просто прокомментируют. Ну, мне кажется, вот, мне нравится больше. Не бойтесь расти медленно, бойтесь оставаться неизменным. То есть ты достигаешь цели, пусть и не быстро, но самое главное, что ты не стоишь на месте. Ты развиваешься как-то. То есть ты находишься в движении, да? Кто у нас сказал, вот, успех определяется глаголом, это двигаться вперед. Да? Спасибо, Вика. Да, Вера. Я тоже так считаю, что подходит к этому. Если вы недовольны тем местом, которое занимаетесь, смейте, а вы же не дерево. Потому что дерево тоже не двигается. То есть даже дерево растет, да? Даже дерево растет и... То коленка, то проигрывает. То есть если человек умеет на своей царе, то он не придет к чему-то. Он всегда будет колебаться. То есть он не может определиться на самом деле, да? В жизни не может состояться. Спасибо. Кто-то еще готовит? Мария, не видит. Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, начните делать то, что никогда не делали. То есть не быстренько. И, наверное, не нужно бояться. Да? И ставить перед собой самим преград. И когда ты не ставишь сам преград, то... И все получится. Яна? Тут просто все схожие высказывания. Они дополняют друг другу. И они трудно выбрать что-то одно. Ну, в принципе, я со мной принесли классно. То есть нельзя стоять на месте. Нужно учиться, у них цель, никогда не о чем не живите. Спасибо. Мне еще понравилось. Мечты не уход от действительности, а средства приблизиться к ней. Мечты, если там будешь себе представлять, что ты достигнешь успеха в карьере, там, закончишь хорошо школу. Хотел бы какой-то стимул, чтобы у тебя было в жизни все хорошо. Значит, это какой-то стимул. Почитаем. Егор. Мне нравится. Успех – это движение от неудачи к неудачи, а без потери – это физиазм. То есть, когда у тебя что-то не получается, не надо расстраиваться, надо идти дальше, пробовать самым успешным. То есть, на самом деле, можем бы сказать, добавлю, да, позволь мне, твоим словам. То есть, успешный человек, он позитивный всегда? Да. Может человек, ну, в душе не позитивный, а для всех он улыбается. Для всех улыбается, в душе вообще не позитивный. Ну-ка, давайте, конечно, я про успешный. Настя, как скажется? Нет, он может в душе переживать, но он не будет показывать это. Ну, смотри, переживание и позитив, ну, как бы, немножечко такие понятия. То есть, позитивный человек может быть? Да. Переживать в душе, он же тоже может в душе переживать. Ну, стремиться тому, чему ему нужно. Если у него даже не получается, он будет это делать. Все еще. Все преграды преодолевают, да? Да. Иви. Не тренируйся, не тренируйся, не тренируйся, не тренируйся. Ну, тут есть такая, одна из самых распространенных причин и успеха – отказ от делать тебя в душе нудачи. Ну, вот вы заметили, что некоторые высказывания... Ну, вот вы заметили, что некоторые высказывания... Вас даже совпали, да? Да. И если бы мы их объединяли, вот одним каким-то общим словом – это стремление к цели, это не стоять на месте, это всегда идти вперед. Ну, наверное, вот это вот самые главные принципы, которые и сопутствуют успеху. То есть действовать, иметь четкую цель, быть позитивным, добиваться своей цели, идти к успеху. Ну, а вам, я думаю, как одиннадцатиклассникам, наверное, тоже нужно быть успешными и стремиться к этому, потому что без этого нельзя. Так, ну скажите мне, пожалуйста, можем ли мы какие-то правила, что ли, разработать для того, как стать успешными? Да. Как человеку помочь? Можем. Можем? Я читала книгу, там было правило легкой жизни – делать то, что легко и приятно, и жизнь станет сложной, делать то, что сложно и неприятно, и жизнь станет легче. Да. Мне кажется, это то правило, по которому нужно идти. Да. Я вот стараюсь. А еще я также читала книгу, я составила личный договор с собой, в котором я написала то, что я хочу добиться в этой жизни, какие успехи хочу сделать. Я думаю, у меня все получится. Я тоже так считаю. А вы знаете, что все мысли материальны? Да. То есть, если человек о чем-то думает и чего-то желает, то он это прям за уши к себе и притягивает. Так что успех вам просто будет за пустом. Еще, ребят, я вам хотела бы вот такие аффирмации. Скажите, кто знает, что такое аффирмация? Аффирмация, аффирмация? Аффирмация, аффирмация, чтобы маленькая информация? Ну, маленькая информация, да, если мы ее себе говорим. Мы только что сказали, что мысли наши материальны, поэтому… Это то, что нужно каждый день себе говорить, чтобы этого достичь. Я с вашего позволения прочитаю. Там, где я, там всегда удача. В моей жизни каждый день происходят чудеса. Я открываю свою душу чуду и волшебству. Каждую минуту, каждый день я творю новую прекрасную реальность для себя. Я выбираю для себя новое, позитивное, целостное мироощущение. День за днём я расцветаю. Я с радостью и любовью благодарю себя и мир за этот прекрасный день. А я, мои хорошие, благодарю вас за этот прекрасный день. За то, что у меня была такая уникальная возможность познакомиться с вами, провести эту беседу. И желаю вам жизни, чтобы вы каждый достигли своего успеха. Чтобы вы ставили цели и шли к ним. И, наверное, чтобы все ваши мечты исполняли. Чтобы вы выбрали профессию. Чтобы профессия эта была выбрана вами правильной. Чтобы вы были успешны в своей профессии. Чтобы вы могли сказать вашим детям, что вы успешны. И у вас будут успешные дети. Спасибо. Давай подойдёмся. Я желаю вам, чтобы всё-всё в нашем тесном кругу. И мой импульс, и мои пожелания, и сила моей мысли передалась вам. Благодарю вас. Спасибо. 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 Спасибо.